которая через меня прошла, я отобрала вот, например, такую, там ссылка будет на следующий, на следующем слайде, да, по-моему, да, вот на следующем слайде будет ссылка, статья называется «Как убивает коронавирус», но это не тот ролик, как он убивает легкие, а сейчас, когда уже набралось большое количество пациентов, видно, что коронавирус, он действует нам, ну, практически все органы для тяжелых пациентов, у всех идет по-разному, но действительно основной все-таки объект поражения это легкие, и вот здесь вот такой вот показан, показаны участки поражения, которые могут возникать, да, то есть в отличие от бактериальной пневмонии, которая может быть локализована в отдельных местах, вирусная пневмония, она, поскольку частичек ногу поражают, они одновременно много клеток сразу, это легкие 50-летнего мужчину, который умер в госпитале университета Джорджа Вашингтона, вот они так вот визуализировали, опубликовали, это вот из этой статьи, ссылка у вас есть, можете потом почитать, а здесь вот, а здесь, соответственно, вы видите, ну, вот показано, что не только легкие, там, печень, почки и мозг в том числе, что идет поражение разных частей тела, вот, собственно, и статья называется «Ferocious Rampage Through Body Brain Chews», да, то есть это, собственно, поражение от мозга до кончиков пальцев ног, да, ну, вот такая статья. Дальше, то, что мне понравилось, это статья, собственно, вопрос стоит в следующем, почему некоторые переносят так тяжело, да, и доходят до такого критического состояния, что их надо, что попадают в реанимацию, их надо спасать, а некоторые бессимптомно, ну, или, в общем, проходит, как обычная простуда, и, в общем, выздоравливают, и понимания этого нету пока, и вот, собственно, некий, некая ученая, Венди Чанг, видимо, китайского происхождения, клинический генетик и врач, она, значит, решили, что они будут собирать и анализировать геномы таких тяжелых больных, для этого она собралась собрать вот эти вот, то, что выбрать, recycle, как она говорит, использовать повторно, пробы, bank nasal swarms, это, собственно, эти палочки с намотанной ватой, которыми берут пробы для анализа на коронавирус и какие-то другие клинические, собственно, в этих палочках там будет ДНК человека, да, в слюне мы знаем, что ДНК человека берется и слюны, и вообще, если провести, вот у нас клетки эпителия ротовой полости, они легко отделяются, поэтому любой мазок будет содержать достаточное количество ДНК, ну, вот ей, как бы, такое исследование хочет провести, хочет отсеквенировать такие пробы и посмотреть, собственно, какие генетические предрасположенности у этих людей, которые тяжело, вот здесь, вот, собственно, наша с вами биоинформатика в действии, почему это делает, есть уже положительный опыт, например, мутация в гене CCR5, она обеспечивает защиту, известно, да, то есть вот люди, у которых, как мы говорим, вообще не мутация, а вариация теперь, то есть какая-нибудь одноточная замена в этом гене СНИП показал, что люди не заболевают СПИДом, то есть есть такие люди, которые не заражаются СПИДом, у них есть генетическое объяснение этому факту. Вот здесь пытаются, вот, запущено такое исследование, ну, что еще, а, что, это из этой же статьи, из этой же статьи, например, тоже HLA, это гены, которые фигурировали в тех роликах по иммунной системе, которые я вам демонстрировала, это гены ответственные за распознавание свой-чужой, это комплекс так называемой гистосовместимости, гистокомпатибилотч, вот это гистокомпатибилотч, по-моему, или лейкоцит, антиген, точно не помню, но вот когда клетки иммунной системы показывают антиген, что этот антиген, антиген это вирусный белок на поверхности, по которому иммунная система реагирует, чтобы выработать антитело, да, антиген всегда злой, антитело это то, что наша иммунная система производит, чтобы с ним соединиться, так вот клетки иммунной системы, они сначала кладут антиген именно на вот этот HLA гены, вот, и, собственно, действительно мутации в них, они могут приводить к тому, что иммунная система не реагирует так, как надо, как у большинства, да, то есть поражения иммунной системы какие-то, плюс, ну, пытаются найти зависимость от группы крови, знаете, да, в английском это не первая, вторая, третья, четвертая, а AB0, ABO она читается, то есть, опять же, по тем рецепторам, которые сидят на поверхности клеток, на поверхности клеток эритроцита всего два рецептора, либо А, либо Б, либо А и Б вместе, либо ни одного, и вот вам четыре комбинации групп крови, вот, собственно, там, тут тоже можно проследить, возможно, закономерность, я не знаю, вот, ну, вот, какие-то исследования по ДНК, ну, тоже, наверное, кто интернет периодически смотрит, видит очень много, прямо сейчас поток сообщений о биоинженерии, о неестественном происхождении вируса, и более того, лауреат Нобелевской премии Монтенье, который получил в начале, сейчас точно скажу, либо в конце 90-х, либо в начале 2000-х Нобелевскую премию за открытие вируса СПИДа, он его выделил, обнаружил, француз, ему сейчас, правда, 87 лет, он сделал публичное заявление, что это сделан людьми вирус в китайских лабораториях, ну, вот, споров много, очень много публикаций, в том числе и в New York Times, ну, вот, по крайней мере, в Scientist, вот такое авторитетное издание в Штатах опубликовало статью, что все-таки мы пока этого не видим, то есть те следы, которые мы видим, они, ну, мы с вами смотрели, да, то есть, несмотря, то есть, можно выделить вирусы разных организмов, летучих мышей, панголин, можно увидеть, в чем разница, вообще, говоря, эта картина не противоречит естественному эволюции, другое дело, что с этими вирусами могли играть в пробирки, ну, в пробирки условно, как бы вы знаете, они в пробирке без чужих организмов не размножаются, но если разными вирусами, скажем, панголины, летучими мышами, еще какими-то заразить один и тот же организм, то, встретившись в живом организме в одной клетке, они могут рекомбинировать легко, да, вот вопрос, конечно, ну, на самом деле, то, что с такими вирусами играла эта лаборатория в Ухане, он нормальный, да, она, скорее всего, ими занималась, это известно, очень много публикаций в начале 2000-го про рекомбинацию этих вирусов, но вот пока это вопрос повисший в воздухе и неизвестный, да, то есть, ну, по крайней мере, Сайнти сопровергает, говорит, что у нас нет доказательств, ну, и я думаю, дебаты продолжаются, посмотрим, кто что откроет, если кто-то, то есть здесь нужно, то есть любые аргументы должны быть в этом случае как-то научно доказаны, скажем, у нас какой интересный вопрос, помните, у нас есть вставка из четырех аминокислот, которая характерна только для человека, мы не видели ее ни у панголин, ни у летучих мышей, это спайка на границе С1 из два частей белка короны, которая помогает ему сильнее внедряться в клетки, вот откуда эти вставки четыре аминокислоты, ну, мы не знаем, во-первых, вот эти, опять же, те геномы, которые мы анализируем, это какие-то особи, мы, может быть, это было в каком-то животном, которое мы просто не отсеквенировали, была ли эта вставка, например, специально сделана, я не могу сказать, я, в общем-то, не понимаю, да, можно ли так вот думать, что это может играть роль, это должны специалисты сказать, и нам, ученым, которые хотя бы понимают на том уровне, на котором мы понимаем, мы приняли их аргументы за право. Ну, посмотрим. Буду, в любом случае, буду держать вас в курсе. Вот, что следующая интересная статья, это про антитела, опять, да, что, собственно, какие существуют тесты на антитела, что они могут сказать о нашем иммунитете. Ну, вот это важные, интересные тесты, они сложные на самом деле, и здесь, конечно, качество теста будет играть большую роль. То есть сейчас, как вы понимаете, больше половины мелких компаний, которым просто хочется на этом заработать денег, они ринулись в эту гонку, и, в общем, качество тестов у половины из них будет не дотягивать до того уровня, ну, то есть будет давать ложные результаты, будут менее чувствительны, или реагировать не на те антитела, на которые мы хотим, чтобы реагировали, то здесь вот, опять же, читайте статья, хорошая, грамотная статья. Вот это мне понравилось интервью, оно получасовое, с эпидемиологом, который работал в Советском Союзе, который сказал, что вообще данные в Китае, почему ВОЗ не прореагировал, и Трамп, как вы знаете, уже предпредел финансирование этой организации, почему они прозевали, почему они съездили в Китай, не сделали заключение о том, что это опасная ситуация. Ну, вот, говорит, я сам анализировал эти данные, которые Китай предоставил, и никакой пандемии не... То есть эти данные по развитию, которые предоставили китайцы, не ничего не предвещали на уровне пандемии. Но пандемия произошла, и, ну, в частности, потому что они занизили данные, по его оценкам, в 20 раз занизили, не то, что в полтора раза коррекцию на этой неделе по звукаме сделали, что они там не все посчитали. Вот, и что морги были переполнены, и почему ВОЗ это не увидела, большой вопрос. Ну, такое вот, и у него вообще зрелость, ну, я согласна с его взглядом на развитие, на события, то, что действительно, скорее всего, конечно, 70% населения переболеет, выработает иммунитет, ну, и в этом ничего страшного нет, и что, болеют, вот, единственное, что надо успевать помогать тяжело больным, мы пока не понимаем, это не такой большой процент, все-таки, да, если мы сейчас тестируем, так как тяжело заболевших, у нас статистика, мы не тестируем, которые прошли бессимптомно, или отсиделись дома, выздоровели. Ну, вот, такой вот, очень бодро говорит, 27 минут, можно послушать. А вот здесь вот, тоже, как бы, взгляд совершенно противоположной панике и всем остальным, какой, как я его назвала, ну, видите, сайт швейцарского доктора, не знаю, кто его создает, он как раз описывает противоположное тому, что не надо, вообще, меры по карантину, они неправильные, возьмем, например, Швеция, которая не села на карантин, Япония и Южная Корея, и посчитаем и цифры, все, и все, значит, усилено средствами массовой информации, и паника, и психоз. И здесь очень много интересных актов, я, кстати, открыла сейчас эту страничку заранее, вот она, посмотреть, некоторые начинаются с цитаты из Альберта Камю, «Чума» произведения, «The only means to fight the plague» из «Онести», да, единственное средство бороться с чумой, с эпидемией, это честность. И вот здесь, получается, сначала идут некие факты, которые они говорят, вот, например, там, что 50-80% положительно тестированных людей были бессимптомные симптомы. Даже между возрастной группой от 70 до 79 лет больше 60% не показывают симптомы, то есть они, да, или мягкие симптомы. Вот. И про Италию, что если что, средний возраст погибших в основных, во всех, в большинстве странах, включая Италию, это больше 80 лет, и только 1% не имели серьезных заболеваний. То есть, получается, если учитывать возраст, профиль риска, то, собственно, такая смертность, она соответствует естественной смертности. И больше 60% смертей, которые относились к этому коронавирусу, они произошли в домах престарелых. Ну, вот такие, тут вот факты, 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 как это все, как статистика, много-много, и дальше по датам, даже medical update, со ссылками, то есть, и на new article, тут очень много, в этой статье, там, new serological study, да, serological, это как раз про иммунные, по антителам, и так далее. Тут, ну, такой вот трезвый. Ну, или не то, что трезвый, он, конечно, такой, тут, ну, сами понимают, кто смотрел, смотрит, что происходит в Европе, и в Штатах, и в Италии, и в Испании, ну, это уж страшно, там, ну, до сих пор, вот, ну, вчера в Франции, опять у них там 400-500 человек в день, уже, вот я их смотрю, месяц, эти европейские новости, ну, 400-500 в день все равно продолжает носить жизнь, вообще даже не непонятно, как они успели так все перезаразиться, ну, можно и не новости смотреть, можно в ретроспективе, либо на сайте Джона Хопкинса, вот на этом дэшборде, да, coronavirus, johnhopskinuniversity.du.edu или Волда Митчес, там вся статистика по дням, она, конечно, идет вниз, да, то есть, ну, в Италии, в Испании, скажем, она идет вниз с тысячи с чем-то, и сейчас потом так как-то очень медленно, по 700 в день смертей, потом 700, потом 600 долго идет, 500, сейчас 400 каждый день, и они, они радуются, что у них вот все-таки пошло на спад, так что, ну, вот, все всегда хорошо, иметь разные мнения по одному и тому же вопросу, балансируя, то есть, с одной стороны, да, плохо, с другой стороны, не так уж плохо, и вот такая вот взвешенная, разумная реакция на происходящее, вот тоже можете познакомиться, ну, вот, пожалуй, это все, из чего, это я вам сделала такой вот дайджест того, что я сама читала, теперь, что я не успела вам рассказать, все эти с вирусом, до шимпанзе, пока мы перейдем к шимпанзе, это про искусственные геномы, тоже сейчас встречается, что это искусственно генерированные, и вот есть такая бактерия синтия, злая, которая на самом деле коронавирус, ну, это такие, мне даже друзья образованные присылают, а не может ли быть такое, то есть, настолько вот это медиа, вопросы мне присылает, вопросы настолько, настолько можно создать какую-то статью псевдонаучную в интернете, что, скажем, образованные, я имею в виду, они не, ну, скажем, лингвисты, историки, которые могут не разбираться, как устроены геномы, но могут поверить тому, что пишут в средствах массовой информации. Значит, искусственные геномы, они связаны с именем Крэга Вентера, такой вот, ну, неординарный, в общем, я бы сказала, великий человек, у которого есть сейчас своя компания, не помню, тоже называется, похоже на название, искусственно артифишл, ну, найдете его компанию, точно не помню. У него есть свой институт, институт Крэга Вентера, а его карьера началась с того, что он создал, он биохимик по образованию и работал вот в NCBI, которым мы часто пользуемся, в Вашингтоне, в институте, и когда начался проект секвенирования генома человека, первого, он понял, как-то, что он биохимически может все сделать лучше, быстрее, лучше, быстрее, дешевле, и он параллельно основал частную компанию, сейлера называлась, и стал заде, то есть он, правда, хотел, то есть не продавать первый геном человека, но, возможно, видел перспективы бизнеса дальше. Ну, в Америке легко, он был ученый, легко найти инвесторов, если есть хорошие бизнес-идеи, и вот у него появилась компания, он параллельно отсеквенировал с институтом геномики США, и есть версии всегда сейлера, если вы видите слово сейлера, это значит крэквентер собирал. И после того, как этот проект был закончен, он чуть раньше даже закончил, дешевле, он захотел сделать искусственный геном, то есть его поставила одна из задач, помимо просто научных исследований, это у него была такая вот идея сделать минимальный искусственный геном, какую-то минимальную бактерию, самое простое, что мы можем сделать, это мы можем сделать бактерии, уже синтез с искусственной последовательностью ДНК можно было сделать, ну и история создания его искусственных геномов следующая, в 2007 году им удалось сделать просто трансплантацию одной хромосомы в другую, показали, что мы да, то есть синтезировать геномы, куда ее, он говорил, геном это софтвэр, у него аналогия, а клетка это хаджвэр, да, то есть хаджвэр аппаратное обеспечение и программное обеспечение, вот геном это программа, которую надо куда-то на какое-то аппаратное обеспечение положить, вот аппаратное обеспечение другая клетка, и вот этот эксперимент 2007 года, когда взяли мекоплазму гликоидост и хромосому и пересадили в клетку ядра, нет, там, бактерия, это бактерия, да, это доядерная, это прокариоты, ну, другую мекоплазму, почему мекоплазму, потому что это вообще мекоплазма гениталиум, такая бактерия, была известна на тот день, как бактерия с самым маленьким геномом, 250 килобаз, 250 тысяч, вот она самая маленькая, маленькая, это значит, они обычно они паразитические, то есть у них не хватает каких-то генов, потому что они живут в других клетках и используют ресурсы других клеток, но вот они начали с мекоплазмы гениталиум, но у них не получилось, потому что оно это к синтетическому геному трансплантации, ну, может быть, и не сработала трансплантация, я уж детали не знаю, но от этой бактерии они отказались, потому что она очень медленно делится, она делится раз в два дня, и, конечно, для ученых это нестерпимо посмотреть, получился, не получился эксперимент, что-то сделал, и надо два дня ждать, когда есть бактерии, которые там раз в 20 минут делятся, или раз в 2 часа, вот поэтому они взяли этот мекоплазму мемикоиды, с которой, хотя мегабайт, но, по крайней мере, делится раз в 2 часа, можно посмотреть, получилось, не получилось, но до этого они синтезировали геном фага, да, вспоминаем, бактерия фаг, это такой вирус, кто смотрел ролики по вирусам, там он, он такой, как вообще, с ножками такой, прям инопланетянин, с ножками, который садится на клетку и туда впрыскивает ДНК, он не такой шарик, а у него прям сложная капсула, какая-то голова, какая-то вот геометрическая, потом тело и как у паучка много ножек, вот, он, это вирус, который поражает бактерии, вот они секционировали для генома бактерии коле пятитысячный геном фага, запустили просто геном, даже без оболочки, оболочку, что они знают, они просто геном бактерий впрыски, а геном это программа, она знает, что делать, и она начала клетку, собственно, приняла этот геном, отсеквенировала кучу вирусов, естественно, погибла, вот это их в 2008 году они сделали, потом они стали делать синтетический геном бактерий, им удалось сделать мегабайтный геном, очень долго и сложно, то есть это не подряд там надо синтезировать кусочками, потому что есть какой-то предел длины, который можно отсеквенировать, потом она должна собираться с, должна собираться склеиваться как-то по, ну там сложная, сложная биоинженерная техника, но вот методом проба ошибок получилось, и получилось, что там, чтобы отличить, то есть фактически это геном, повторили они геном, то есть не то, что они сами придумали, они повторили этот геном, но со вставками, вставки, водяные знаки, значит, у меня вот на следующем слайде такие вставки, значит, они придумали свой алфавит и закодировали буквы английского алфавита, но закодировали так, чтобы не появлялось предварительных стоп-кодонов, иначе это можно, ну как бы, чтобы не синтезировало чужих каких-то белков непонятных, ну вот какой-то хитрый алфавит, туда вписали этим алфавитом имена 36 авторов, которые работали над этим проектом, адрес веб-сайта, куда можно отправить имейл, если они расшифруют, три цитаты, значит, одна из Джеймса Джойса, «Жить значит в поисках блуждать, упав, восстать, торжествовать, жизнь и жизнь воссоздавать». Это из жизни и жизни создавать. Но Джеймс Джойс, знаете, ученые любят, «Кварк» взятые слова из «Фениган Вейкс», «Поминки по Фенигану» тоже учил, это из слова, которое придумал Джеймс Джойс. Вот, ну вот здесь вот он тоже проявился. Дальше из «Американского Прометея», не то, что есть сегодня важно знать, а то, чем завтра это может стать, и Ричарда Феймина, то, что я не могу создать, я не в силах понять. Вот такие три цитата там закодированы, вот получился такой синтетический геном. Значит, следующий апдейт это 2016 год, когда им все-таки они все минимально, минимальную жизнь. Вот это у них получилось, то есть методом удаления кусков, все-таки какая минимальная клетка, но не 250, как ликоплазма гениталиум, а какая-то вот другая, 531, я не разбиралась, какие там гены остана, а станут вот на основе своей первой синтетической клетки, которая была как раз 2010 года и назвали это Joint Craig Venta Institute, адривиатура GCVI, вот если вы ну сейчас я наобьева это покажу, его институт, GCVI, ну вот третья, не знаю почему третья, что делала вторая, вот они собственно убирая гены создали какие-то гены, 473 гена поставили, сделали наименьший самодостаточный организм, потому что как бы паразитный организм, сейчас я наберу, GCVI, если GCVI набрать, то наверное него, вот он, Джон Крок Вентер Институт, ну хороший институт, частный институт, у него есть Ньюжс, у него есть всегда открытые позиции, он там работает, они занимаются много чем, вот у них есть целое направление синтетической биологии, можно посмотреть, я не знаю, чем они сейчас занимаются, у него еще одно есть направление по биотопливу, у него водоросли синтезируют нефть, да, целая цыплица, то есть они как-то отобрали или биоинжинирингом сделали водоросли, которые в своих клетках в жировых капсулах накапливают углеводороды, которые есть в этой нефти, и, ну, там получается так, с одного килограмма этих водорослей 200 миллилитров стаканчик к нефти, да, то есть я не знаю, сколько их выращивать, это, наверное, экономически невыгодно, но, по крайней мере, показано, что это возможность синтетическая биотоплива, ну, и вот тоже, естественно, они пишут, вот, что существует по коронавирусу, у них есть публикации, ну, большой институт, он частный, он финансируется частными инвесторами, у него много очень интересных проектов, вот, пожалуйста, публикации, которые вышли из этого института, было тут все, Nature, это кто, это Infectious Disease, они, в том числе, значит, почему еще здесь о них разговор зашел, значит, в том числе, когда был синтезирован, собственно, факт, зашла речь об искусственных вакцинах, быстрых вакцинах, ну, тогда это был 2010 год, сейчас это уже тоже не так актуально, то есть, когда вирус выделяется, да, из, вот идет, например, но речь шла о гриппе, тогда вот идет эпидемия гриппа, и вакцины, которые в данный момент вкалывают, они разрабатывали год назад с учетом того, ну, вот, из прошлого, считаете, штамма гриппа, ну, с какими-то, возможно, предсказаниями того, как он будет развиваться, а тут он развился как-то по-своему, и вот в этот момент взять активный геном этого вируса и выделить только антигены и его искусственно синтезировать, да, и РНК, а дальше запустить массовое производство этой вакцины, то есть, вот, собственно, от момента выделения вируса, его секвенирования, запуска ДНК, это будет, там, например, 5-6 дней. Вопрос дальше все-таки тестирования и запускания в апробации, но у нас уже есть антиген, который, и РНК этого антигена, который вирулентно в настоящий сезон, и дальше вот его на какой-то сделать искусственную такую вот капсулу, куда бы можно было бы его, ну, вот, или прототип вируса, куда бы можно было бы этот антиген вставлять, и получается, ну, подзаражать, да, но подзаражать это все равно, что заразить, поэтому, а, но он, поскольку он без генетического хода внутри, то он не должен делать свои копии. Ну, вот, видимо, то ли денег не хватило, то ли там какие-то побочные эффекты у такого метода разработки вакцин, по крайней мере, они в дело не пошли нигде. Ну, говорили об этом. Ну, посмотрим. В конце концов, в конце концов, ну, как-то, я не вижу ничего невозможного, почему такие вакцины нельзя делать, которые бы, как мы уже говорили, использовали прототип вируса, то есть, мимикрировали бы вирус, содержали бы нужный антиген, что самое важное для реакции на систему, а, собственно, в нем бы не было инструкции, которая бы говорила, программки не было, которая говорила, что надо сделать его копию. Ну, вот, как раз по вирусам на сегодня все. Давайте поговорим теперь о сравнительной геномике человека и шимпанзе. Что мы знаем на сегодняшний день? Значит, ну, знаем, что мы, как говорят, произошли от шимпанзе, но правильно говорить не произошли от шимпанзе, у нас шимпанзе был общий пред. Потому что, если мы посмотрим на филогенетическое дерево, вы уже смотрели на них много, у филогенетического дерева есть две ветви, которые потом сходятся в один узел. И вот этот узел, как бы, когда мы разошлись, мы уже идем по своему пути, накапливаем изменения, и общий предок, он находится в узле, мы его не видим. Он когда-то был. Вот, правильно говорить, что все-таки у нас был с ним общий предок. По латыни он звучит на русский смешно, пантроглодит, пантроглодитес. Пантроглодитес – это всеядные, по-моему, по латыни. Вот. Ну, значит, сколько это было лет назад. Вспоминаем аналогию с рулоном туалетной бумаги, помните, если рулон туалетной бумаги развернуть по коридору длинному и сказать, что пусть это будет эволюция Земли, как она затвердела, то есть 4,5 миллиарда лет назад, как затвердела земная кора, 3,5 миллиарда лет назад, там где-то далеко, жизнь первая, клеточная, то история человека, там 10 тысяч лет, это 0,1 миллиметра, десятая часть миллиметра кулона туалетной бумаги, это как бы история человека цивилизационного, цивилизационного, если так можно сказать. Вот, а это миллионы, ну, конкретно здесь 5 миллионов лет, у них был общий предок, приблизительно у нас одинаковое число генов, и вообще они очень похожи, мы сейчас посмотрим, но, значит, интересно даже изучать не столько сходство, которое просто по геному очень сильное, мы сегодня посмотрим на это сходство, а различия, да, собственно, в чем состоят эти различия, например, ну, есть такие вот существенные, интересные для нас, значимые для нас различия, что, когда, например, шимпанзе, они не подвержены заболеваниям, которые подвержены, человек, например, как спит или малярия, и какие-то еще другие. Значит, первое, первый полный геном шимпанзе был отсеквенирован в 2005 году, ну, то есть он чуть раньше, то есть если там, ну, геном человека 2000-2001, потом его постоянно же улучшают, но, по-моему, уже все-таки договорились считать год окончания 2003, ну, параллельно шло, хотя уже появились как раз спинирования следующего поколения, публикация была в 2005 году, и вот я вам сейчас покажу, как такой известный популяризатор Ричард Докинс, у него много книг популярных, сейчас, наверное, звук уберу. Давайте, чтобы он не перебивал, значит, он как раз рассказывает, показывает, как мы, вот что такое геном человека и шимпанзе, он говорит, вот идем по геному, там просто идем и смотрим, что все вот одинаково, 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 пока вот здесь вот не найдем какой-нибудь вот человечек такие, вот здесь у него нарисованы, которые показывают такую точечную мутацию, да. Ну, вот такое, действительно, такое сходство на уровне выравнивания, особенно, но на уровне генов, и не только. Так, идем, 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 идем дальше, и дальше, ну, в среднем, как бы если оценить по числу замен, может быть, одна мутация на 100 оснований, которые отличают. Ну, есть области, конечно, это все неравномерно, а Ричард Окинс, у него много книг по эволюции, в том числе такой самый известный, эгоистичный ген, они, кстати, они доступны и на русском, по-моему, и на английском, так, я вот сейчас хочу установить, они доступны и на русском, и на английском, в PDF, и в магазинах, интересно очень пишет, в частности, вот его теория эгоистичного гена, что все даже не ради организма, вся эволюция действует, это ради одного гена, гену важно выжить, неважно в каком организме, ну, вот, читайте, вдохновляйтесь или не вдохновляйтесь, сложно сказать, я его книги так от начала до конца не нашла времени прочесть, чтобы иметь свое мнение, ну, может, когда-нибудь прочту, вот, а это показано, если смотреть в цифрах, да, то есть измерять мутации, лучше всего число мутаций на 1 мегабайт, да, то есть мы берем мегабайт генома и считаем, сколько туда попало этих точечных замер. И вот если строить вот так выровненные, то есть делать выравнивание, а выравнивание уже сделано полногеномные, и они загружены, мы сегодня как раз на семинаре просто будем их визуализировать, уже посчитанные полногеномные выравнивания, можно взять любой участок, загрузить в браузер, посмотреть, где там сходство, где различия. Вот, и вот если сделать такие вот мегабайтные срезы по геному, то мы увидим, ну, вот такое распределение, да, пик у нас приходится на 500, значит, 500 от миллиона, это сколько будет, значит, миллион это у нас 6 нулей, да, если мы хотим сказать 1%, мы убираем 2 нуля, у нас остается 4 нуля, да, 4 нуля это 10 тысяч штук, это если бы был 1%, значит, соответственно, 1 десятая процента это 1000, а 1 сотая процента это вот 100, да, ну вот где-то вот между 500, ну, получается, меньше 1 десятый процента, самый большой участок. Ну, соответственно, здесь, значит, красный, это, по-моему, по Х, по Х, по Х, по Х, хомосонный, а, пометах, нет, забыла, вот, там на рисунке, красный, там что-то по каким-то разным частям генома, может быть, это даже либо по Х, либо по Х, такая графика, не помню разницу, надо посмотреть в исходной статье, если кто помнит, скажите. А синяя, соответственно, по всему геному. А вот здесь вот по Х, по Х, смотреть, отличаются ли вот эти бокс-плоты с усами, да, помните, если смотрят, это те же распределения, но отдельно по Х, по Х, обратите внимание, да, 2А, 2Б на второй Х, хромосоме у шимпанзе вторая Х, расщепилась на две части, то есть она состоит вот из двух кусков, под микроскопом мы видим на одну хромосому больше, а так пара всех, пар одно и то же число, 22Х, Y, Y как раз самое разошедшее, так что красное не должно быть Y. И вот эти цифры, да, в долях процента, как мы с вами уже тут устно перечислили, на мегабайт. Ну, дальше, когда, какой анализ можно сделать из того, что мы видим? Ну, первое, это посчитать, взять гены, да, у нас есть теория, ну, мы немножко ее коснулись, наверное, бегло-поверхностно, и давно это было, полгода назад, по анализу мутационного давления, когда, значит, все гены, ортологи, которые одинаковые, да, одинаковые ортологи, произошедшие от одного общего предка, они можно анализировать с содержанием аминокислот и смотреть, где происходит мутация. Помните, да, если мутация происходит в третьей позиции и не меняет аминокислоту, часто мутация в третьей позиции триплета не заменит аминокислоту, потому что у нас генетический код вырожден, одна аминокислота может быть закодирована двумя, тремя, четырьмя, а то и шестью для каких-то аминокислот триплетами. Соответственно, третья и часто, третья позиция, она как бы такая вот общая между кодонами для какой-то аминокислоты. Вот если там произошла замена, мутация, то аминокислота осталась та же, белок синтезировался тот же, и мы не увидели никакой разницы. А если такие замены называются синонимичные, здесь обозначается КС, С означает синонимичные, а А, А синонимичные, то есть мы заменили аминокислоту, она попала так, что кодон поменялся, триплет поменялся, получилась другая аминокислота. Но раз мы ее наблюдаем, то, значит, она закрепилась в эволюции, значит, она была разрешена, можно жить из такой мутации. Вот по числу оказывается, что вот это число синонимичных и несинонимичных в одном и том же гене или белке может говорить о том, какой отбор действует, положительный, отрицательный или нейтральный. Ну вот что такое положительный отбор? То есть если мы разрешаем белку меняться, почему-то вот, ну, например, иммунная система, антигенов, вот эта система, которая должна как-то приспосабливаться к условиям окружающей среды, еще какие-то, на гены, которые отвечают за обоняние, за вкус. Они, часто мы наблюдаем, что они меняются, и тогда мы разрешаем им заменять аминокислоты, тогда вот это вот число, оно должно быть АС, да, то есть А синонимичных должно быть больше, чем несинонимичных. А гены, которые наоборот, мы запрещаем им мутировать, то мы говорим, что, то есть мы хотим, чтобы аминокислоты никогда не менялись, то есть как только аминокислота поменяется, этот организм побывает из игры, и мы его не наблюдаем с его геномом. Но мутации у нас как бы капают и капают, поэтому там будут накапливаться мутации именно синонимичные в третьих позициях. И вот эти вот отношения можно понаблюдать, да, какие вот тут даже произвели анализ не только у человека и шимпанзе, а вот если построить еще дерево, увидеть, что есть там муж и крыса, которые больше родственники, можно посмотреть эти цифры, скажем, и даже оценить, какие это были у общего предка, да, они позволяют. Вот если сравнивать эти цифры, то у человека вот это отношение несинонимичных, да, несинонимичных к синонимичным, оно вот такое вот, да, в то время, то есть синонимичных замен больше, да, те гены, которые можно делить обратно, ну, можно вот так вот. Но в этом случае мы видим, что человек на первом месте, да, то есть он как раз накапливает, то есть я бы наоборот делить синонимичные на не на синонимичные, он накапливает большое число синонимичных замен, это означает, идет вот некая такая вот эволюционная, эволюционные процессы, которые вообще интересно, что, ну, вот мы потом посмотрим, действительно замечено некое ускорение эволюционного процесса вот на этой ветке от приматов, когда приматы отпочковались, и там эволюционные процессы пошли, например, быстрее, чем процессы, которые идут в крысах и мышах, вот, вот, а это вот, собственно, те быстрые процессы, да, которые, какие-то кластеры генов, которые находятся, а вот здесь вот как раз мы видим медиан, да, то есть отношения, которые больше единицы получились, не синонимичные, синонимичные, вот, которые по типу, да, какие-то гены, которые, то есть даже не один ген, а целые кластеры, пластеры генов, которые захватывают целый участок, быстро развивающиеся, и показаны, какие функции. Заменяют эти функции, связанные и с кожным покровом, и с рецепторами обоняния, так, крестатины, цистатины, цистатины, я даже не знаю, что они, какая у них функция, это за беременность, кликопротеины отвечающие, кератины отвечают за волосяной покров, что тут еще, ну, вот иммунная система, да, и рецепторы вкуса, все пока, как бы нам понятно, опять лейкоцит, это все иммунная система, антигены, кемокины, все это вот связано с иммунной системой, да, иммунная система, иммунная система вообще известна, очень быстро развивается, она подстраивается под условия окружающей среды, ну, опять же, как бы пытаются выделить те категории, которые отличаются, это сейчас скучные таблицы, следующее исследование, такое значимое, тоже опубликовано в НЭЧ, это 2012 год, эволюция генетических и геномных признаков, которые выделены как специфичные, уникальные для ветки человека, и вот эти вот специфичные участки раскрашены, это уже геном человека, и эти участки раскрашены по всему геному человека, и, значит, красные, красные здесь, это означает вариация числа, числа копий, вариация числа копий, это означает у вас одного гена или одного участка, он взял и скопировался много раз, в аппликации, эволюция с помощью тупликации такой достаточно известный процесс, мы наблюдали это на разных субъединицах генов, которые, значит, когда создается копия одного и того же гена, вторая копия может приобрести новую функцию, это вообще такой известный пример в эволюции геномов, у растений вообще полные геномы дуплицировались, у них наблюдается просто удвоение генома или утроение, поэтому геномы такие большие, их тяжело было секвенировать, там геном лилии 40 гигабайт, геном пшеницы тоже, по-моему, где-то в 16 гигабайт, что ли, в 4 раза больше, чем геном человека, но именно за счет, за счет огромного числа дупликаций, вот, значит, под действием положительного отбора, это зелененькие закрашенные, даже не видно на этом рисунке, значит, желтые это те, у которых просто изменился уровень экспрессии, то есть больше или меньше мы производим данного белка, еще есть псевдогенизация, псевдогены, гены, которые когда-то были рабочими, а потом стали, перестали работать, просто выбились, у них, например, можно промутировать промоутер, он никогда там, отрезать старт или энд этого гена, и он останется, то есть по последовательности мы будем видеть, что в геноме есть останок, по последовательности, такой размытый уже, он начинает быстро размываться, потому что на него не действует никакого отбора, мутации капают, и они закрепляются, никто этим геном не пользуется, это называется псевдогены, мы их вылавливаем бластом, другими программами, мы видим, что они похожи на гены, но на самом деле они не работают, и вот при видообразовании, то вот конкретно у человека и шимпанзе какие-то гены стали псевдогенами, то есть они были у наших предков, а сейчас они за ненадобность почему-то перестали работать, вот такой, например, есть фермент производства витамина С, аскорбиновой кислоты, он еще у предка шимпанзе и нас выключился, то есть видимо может жили в какой-то среде, где было много этого витамина С, и фермент мутировал, ну и ничего страшного, и так он и выключился, так он у нас и выключен, поэтому мы его не производим, а получаем только с пищи, а так бы производили, и горе бы не знали, но все говорят, особенно в период заплевания, витамин С нужно пить, или потреблять с едой, поскольку мы его не производим, но он важен. Ну может быть там в той среде, в которой жили предки, как раз была куча фруктов, в которых этот витамин С содержался. Вот. Значит, это один взгляд на вещи, вот это вот такая публикация, точный анализ, то есть все эти участки, как вы понимаете, координатно расписаны, если надо, мы к ним всегда знаем, откуда скачать, получить эту разметку. Значит, следующее, что стало интересно, что есть участки, которые очень быстро эволюционируют, то есть если все-таки смотреть скорости, да, вот ходить окна, мы там смотрели, мегабайт, это очень большой масштаб, считать число мутаций на 1 мегабайт, а если этот масштаб снизить, и меньшим окном проскользить по геному человека и шимпанзе, то там найдутся такие вот участки, которые действительно быстро очень накопили много мутаций. Их назвали Human Accelerated Regions, аббревиатура HR. И вот первое такое сканирование, это какое у меня, 2006, да, сразу, через год после публикации, ну это легко, геномы шимпанзе, их выровняли, просканировали, нашли 2002 таких участка, которые, но, которые мало того, что они, эти участки, очень консервативны по всем позвоночным, да, vertebrate, и, но у них, если их сравнивать попарно между позвоночными или другими млекопитающими, они, у них там одна скорость замен, да, сколько число мутаций, а вот у человека их слишком много, и их назвали вот так вот, как я уже сказала, Human Accelerated Regions, HRs, они коротенькие, небольшие, например, в среднем всего лишь 220 буквок длиной, гораздо меньше, чем гены, вообще говоря, в гены в основном и не попадают, потом уже, значит, следующее, это как бы первое сканирование, потом более там точно обнаружили их, чуть-чуть больше, ну, не больше, чем этого числа, их не так много, так вот они все попадают вне гена, да, и даже на большом расстоянии от генов, что это за звери такие, значит, ну, например, первый, который мы с вами разберем на семинаре, который, ну, они, а их пронумеровали, то есть вы часто, если в аннотацию генома полезете, вы увидите, что они идут по номеру, HR1, HR2, участки ускоренной эволюции, они не кодирующие РНК, вспоминаем, не кодирующие РНК, но они, значит, что-то регулируют, вот если взять этот участок, HR1, то по сравнению, там, шимпанзе и курица уже даже не млекопитающие далеко, птица, да, ну, позвоночные, как мы сказали, они консервативны на уровне позвоночных, у них всего две замены, а у шимпанзе с человека получилось аж 18 замен, вот этот HR, ну, покажу сейчас, где он играет роль, значит, есть другой там, HR2, следующий, enhancer, вот слово enhancer, которые попадают вот в эти вот участки, оно будет звучать часто, enhancer, вспоминаем, есть ген, перед ним, чтобы он заработал, есть промоутер, а на каком-то далеком расстоянии, но на самом деле геном организован так, что он в пространстве, они встретятся, вот здесь вот промоутер, а здесь enhancer, а здесь целая петля генома, вот есть промоутер, и как только он стукнет этот промоутер, этот enhancer, то пойдет ускоренное производство генок, вот они все попадают, 5% всех обнаруженных таких вот HR, участков ускоренной эволюции, они либо не кодирующие РНК, а в основном enhancer, которые контролируют, значит, причем enhancer, они же контролируют какие-то процессы, вот это в основном процессы, которые влияют на эмбриональное развитие, разница уже пошла заранее, то есть не тогда, когда уже появился на свет организм, а и, ну, логично, да, но почему, откуда они взялись, как эта эволюция действует. Вот такой вот постер, который говорит, как нам понять, собственно, вот эти вот human accelerated regions, участки ускоренного развития. Вот здесь даны примеры конкретно двух, один, вот первый, один на 20-й хромосоме, другой на 14-й, это зелененький, и сейчас у меня есть более крупный слайд по ним, ну вот, конкретно этот, который зелененький, который здесь слева, вот показаны, какие замены, да, вот смотрите, мы смотрим на этот короткий участок, видим не то, что одно, замену аминокислоты, да, вот как вот Ричард Докен, шел, шел, все одинаково, 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 хоп, точечная замена, одинаково, 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 хоп, точечная замена. И здесь вот, зелененький, показано, что где эти гены, в каких клетках, в эмбрионе, ну правда, вот этот эксперимент, он на мышином эмбрионе, естественно, ведь мы, как вот, например, если включить этот канцер, даже в другом организме, то есть мы его вдаем на уровне эмбрионов, да, и посмотреть, вкалываем его, биоинженерно, и смотрим, какие участки он, клеток, какие клетки он включит. И вот, показано, если мы, соответственно, вот включим, пустим, вот эту область, которая соответствует Human HR, то есть, вставили эту последовательность прямо ДНК в клетки мышиного эмбриона, то увидели, что включились вот эти клетки, да, вот видите, а если возьмем Human HR от шимпанзе, то включим вот эти части, да, вот целую лобную часть, мы считаем себя умнее шимпанзе, вот мы целую лобную часть здесь уже включили на уровне эмбриональном развитии, в то время, как видите, на той стадии, когда эмбрионы идентичны, ну и вот другой участок показывает тоже, а здесь вот этот участок влияет для развития конечностей, ну понятно, что у нас конечности тоже немножко другие, роль, роль там пальца, еще какого-то, ну вот, это мы демонстрируем демонстрируем на примере двух только, из трех тысяч, ну вот, большинство из них действительно задействовано в эмбриональном развитии, но их много, вот мы собственно должны, и если смотрим на мутации, да, как вот еще раз, вот здесь вот зелененький, вы посмотрите, наверху это человек, внизу это шимпанзе, и мы видим, что здесь вот аж по две, да, мутации, посчитаем, на такой короткий участок, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, семь на такой короткий участок, в то время как в других участках одна буква на сто или тысяча пар оснований, и здесь то же самое, вот они замены, они все, это все точные замены, то есть идет абсолютно одинаковая последовательность и точечные мутации, и получается каким-то непостижимым, пока непонятным образом, вот эти точечные мутации, накопились именно вот в этих участках, которые влияют на эмбриональное развитие. Ну вот псевдогены, да, псевдогены, я уже немножко сказала, это в чем, собственно, отличие, да, мы продолжаем идти по отличиям нас от шимпанзе, значит, псевдогены, что у нас, например, произошло, у нас много инактивит, фермент аскорбиновой кислоты инактивирован просто как пример псевдогена, который инактивирован и у шимпанзе, и у нас, потому что он инактивировался до того, как мы разошлись по эволюционной ветке. Также, но уже по-разному, то есть, когда мы были на одной ветке шимпанзе, на другой дорожке, значит, у нас инактивировались рецепты обоняния, инактивировался ген каротиновый, волосяной покров, и фокс-пи-2. Вот фокс-пи-2 хитрый, две аминокислотные замены у нас всего с шимпанзе, а это не что иное, как считается, ген речи. Еще такое существенное отличие в том, что мы говорим. Ген речи это не что иное, как транскрипционный фактор, который мы тоже с вами много их изучали, такие важные агенты, транскрипционные факторы вот в нашей терминологии клетки города, это те агенты, которые идут в библиотеку и знают, на какой этаж попасть, в какую комнату зайти, какую книгу, на какой странице открыть, с какого мне сделать ксерокса, и потом с этими ксероксами, то есть собирают целый комплекс не из одной комнаты, а из разных зданий, из разных комнат собирают целую пачку вот этих вот копий генов и идут производить их на фабрику белков. Это активация Фокс-пи-2, это такой вот важный агент, и вот такая вот сеть показана, собственно, что он, какие гены он активирует, ну, они вот так вот визуализируются, вообще говоря, 250 генов, пар генов показаны, при этом красным показаны те гены, те гены, которые повышают уровень, то есть это вот, они все дифференциально экспрессированы у человека, что такое дифференциально? по-разному, по-разному, их число экспрессии будет разное в человеке и в шимпанзе, то есть вот, как бы, а вот это число, экспрессия, это число копий, да, то есть число, количество белка в клетках будет разное, И вот это количество белка, которое будет разное в разных организмах, оно не просто экспрессируется, а сколько экспрессируется. Это тоже важный параметр регуляции процессов клетки. Вот красные показаны, которых больше экспрессируется по сравнению с шимпанзе, а синим которых наоборот меньше. И вот этот баланс больше-меньше, который произошел за счет вот этой вот мутации в двух аминокислотах, он изображен с помощью такого графа. Вот такое у нас понимание. Ну, все сложно. Никто, конечно, пока вот так вот движемся, пока лучше не придумали, как это все описывать. Исследование продолжается. Еще один важный ген, который считается ответственным за то, что у нас мы умнее. Это был ген Речи, это, можно сказать, ген УМА, СРГАП2, а он обеспечивает ум просто числом копии. То есть он взял, у него вот как раз эволюция по дубликации, он взял и сделал еще две копии себя, этот ген. И у нас увеличилось и мозг, и число нейронов, и форма синапсов, и все-все-все, и плотность. Это то, что транспорционный фактор, это не что иное. То есть это все на уровне регуляции. Ну вот, причем на уровне эмбрионального развития. То есть, скажем, как бы растет эмбрион, у шимпанзе этот ген там делает одно количество копий, а у нас в три раза больше, и они быстрее распространяются, и у них связь лучше. Вот такая вот хитрость. Так, сейчас немножко вас, может быть, утомил. Сейчас сколько? 11.35. Давайте, прежде чем я расскажу про этот кусок, хочу о том... Вообще, как понимание эволюции. Это вот ролик от American Museum of Natural History, у них хороший, да? Музей естественной истории в Америке. Сейчас я уберу тот же звук, чтобы только я буду комментировать. Ну вот, посмотрим, сейчас пока на паузу. Как бы представление об эволюции, да? Это филогенетические деревья, филогенетические деревья, которые располагаются вдоль временной оси. Значит, обратим внимание, у нас тут миллионы лет, и потом от всех приматов, сейчас мы смотрим на эволюцию приматов, и приблизительно времена, да? Значит, вот где-то здесь начинаем с 50 миллионов лет назад. Вот эта точка красная соответствует семи миллионам, когда произошло разделение человека на шимпанзе. Но, как бы это не то, что никого здесь не было вдоль этой ветки. Вот здесь вот я хотела для вас подчеркнуть, что, значит, современная наука и антропология, в частности, говорит о том, что жили промежуточные формы, которых мы сейчас просто не наблюдаем. И о том, что жили промежуточные формы, свидетельствуют и археологические раскопки. Вот сейчас вот давайте посмотрим, какая это парадигма. Ну вот есть некая наша веточка сейчас, пантроглодитес и хомо сапиенс. И смотрите, кто жил, да, вот жили хоминиды, хоминин, да, у которых даже по палеонтологическим раскопкам, по форме черепа происходили, то есть можно, ну о чем мы можем судить, мы только получаем форму черепа, сейчас, кстати, из этих черепов можно и ДНК извлекать, ансеструль ДНК поговорим на следующем занятии про ансеструль, про неандертальцев, которые наши братья, не потомки. Вот показаны географические участки, все эти черепа, они находились вот здесь, вот они даже, у них есть свои названия, это, правда, интерпретация, артист, да, это как художник их. Вот хоминид такой вот, который с какими-то собачьими зубами был меньше, чем сейчас современные обезьяны, вот еще кто-то вот с этим названием, это опять по форме черепа, а вот здесь вот на этой восточной побережье, да, Африке появился тот, кто прямоходящие, да, это по бедрам определили, да, то есть если находит кости с бедрами, то есть по, собственно, и по костям ноги, да, конечности вот сейчас покажут, тоже вот эти формы, говорит о том, что эти особи тоже могли ходить. Давайте смотреть, что происходит дальше, что происходит дальше, ну, я просто, конечно, тут может, потом можете на английском прослушать, конечно, находок у нас мало, но, тем не менее, они остались. Вот, вот, а, вот этот, с этого периода мы ничего не наблюдали, ничего не было найдено, вот идет, да, стрела времени, мы движемся, 5 миллионов, это вот все показали, что как бы по представлениям, даже вот это байпедл, приматы появились и 6 миллионов лет назад, но, тем не менее, они все еще лазили по деревьям, да, вот эти вот, у них вот такая вот конечность, которая позволяла им цепляться за деревьях, эволюция идет, 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 доходим до 4 миллионов, что появляется, ну, вот такая вот, видите, вот этот вот на ноге именно, да, отдельные пальцы на ноге, которые у нас на руке-то остались, на ноге они схлопнулись, вот эта оценка произошла, оценка того, когда это произошло, получилось 4 миллиона лет назад, ну, вроде бы, вот показаны, как они могли взаимодействовать, разные группы, особи, вот астралопитеки, да, которые мы в школе еще, со школы помним, которые проходят астралопитеки, тоже, человекоподобные обезьяны в Южной Африке, 3 миллиона, вот здесь вот что-то так, кто-то обнаружился, идем, идем, идем дальше, сейчас дождемся, сейчас дождемся, это кто? Парантропус, Парантропус, первые орудия труда, первые каменные, но в районе Эфиопии, вот какой-то Homo habilis опять, который что-то могли с камнями делать, идет, идет, идет эволюция, идем, 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 что происходит дальше, что 2 миллиона, вот уже здесь расселились, вот уже Homo erectus, да, Homo gaster, астралопитек, два, вот Homo erectus, первый, кто вышел за пределами Африки, считается где-то 2 миллиона лет назад, вид, почему он вышел из, ну, видимо, находит, я не палеонтолог, видимо, находят останки скелета, у которого уже более человеческие черты, уже пальцы такие, как и у нас, уже длинные ноги, да, видите, больше мозг, возможно, вот наш предок, вот его среда обитания подчеркивается, значит, 800 тысяч лет назад, а это кто? Хейдельберген здесь, Хейдельберг, это, значит, на границах Германии какие-то племена, которые, видимо, по их месту обнаружения, вот неандертальцы пошли, видите, где они появились, это какой-то Homo naledi, даже не знаю, и вот Homo sapiens, где-то 200 тысяч лет назад его появление, и расселение по всему земному шару, который, вообще говоря, вот интербрид было, да, то есть он взаимодействовал сексуально с другими видами, а другие, и в конце концов всех вытеснил, вот такое представление, сейчас будет это на дереве, я, собственно, хотела вам показать, то есть вот это вот эволюционное дерево, которое мы сейчас нацвет, смотрите, получается, что вот кто-то появлялся, какой-то вид жил и вымирал, потому что его вытеснял другой, то есть это было, каждый вид накапливал свои мутации, если строить филогенетическое дерево, то мы видим, как по этому филогенетическому дереву вот эти вот прототипы, то есть не то, что это было скачкообразное, а непрерывность эволюции действительно наблюдается, которая наблюдается по форме черепа, и в итоге то, что мы наблюдаем, но у шимпанзе, наверное, тоже самое, но вот такой вот ролик, то есть вот важно было, я хотела, чтобы у вас осталось вот это вот дерево перед глазами, сейчас еще, стоп, да, которое показывает, что путь вот к человеку, который мы сейчас упрощенно рисуем, как разветвление от человека и обезьяны, да, что вот на этой ветке на самом деле много чего происходило, и вот это много чего происходило, в том числе происходило, так, у меня как раз сейчас остался кусок, вам показать, что вот это много чего происходило, это в том числе и наблюдается на уровне геномов, и помимо, конечно, вот этими точечными мутациями, казалось бы, далеко не уедешь, на них, точнее, далеко не уедешь, есть вот помимо числа копий для отдельных генов, как мы для того показали, который у нас сильно ответственен за мозг, и мы не знаем, да, то есть здесь вот надо, конечно, делать ДНК вот всех этих останков, костей, черепов, чтобы посмотреть, какое там число копий, какого конкретно из этих предков оно уже было увеличено, но есть еще целое явление прям segmental duplication, это термин, segmental duplication это не по гену, а куски генома, сегменты, которые начинают копироваться много число раз, значит, видите, 2002 год, они уже, как только появился геном человека, сразу их увидели, ну, компьютерный анализ прогнали, увидели, что прям целые куски, вот здесь вот они все, иногда они рядом находятся, иногда они прыгают с места на место, да, это, то есть те же вот явления мы часто наблюдаем при развитии раковой болезни, да, это эволюционный нормальный процесс, то есть вот отсюда вот эти какие-то рядом, а какие-то в другое место хромосомы, и не только внутри хромосомы, а даже прыгают на другие хромосомы, А когда они прыгают на другие хромосомы, они вообще архитектуру всего генома начинают нарушать, и очень часто это приводит не к преимуществу, а даже к заболеванию, вот эти дупликации. То есть много очень, сейчас это отдельная тема, очень много заболеваний, аутизма, шизофрения, связанных с сегментом, особенно психическим сегментом. Так вот, интересно, что вот это вот все началось очень сильно у приматов. Вот такой вот паттерн, который я показываю на рисунке, он такой же и у шимпанзе, и у горилла, и все у них одинаковое. И как это происходило, вот эта вот толщина вот этих сегментов, дупликейшн, она показана на ветке, которая как раз идет к человеку и шимпанзе. Значит, вот здесь у нас шимпанзе, у него есть, здесь мы даже не вижу человека, а вот хомо сапиенс, вот хомо сапиенс, денисовец еще у нас сейчас появился вместе с неандертальцем. Это вот про них в следующем, на следующем уроке будем разбирать. Вот у нас бонобу, шимпанзе близки к бонобу и шимпанзе. А вот эта вот толстая ветвь, которая как раз, human duplication, которая шла, вот этот паттерн, она по сравнению, опять же, burst, great ape burst, это значит, что у других млекопитающих такого нет. Вдруг в приматах началась вот эта вот игра с геномами, такая вот усиленная, ну вот они все задокументированы и продолжаются, и, как я уже сказала, они и при раке наблюдаются. Ну вот, замечательно, я как раз уложилась в тему урока, значит, на семинаре мы с вами, у нас план посмотреть глазами на это выравнивание, собственно, посмотреть на первых human accelerated regions, найти его на выравнивании геномов человека и шимпанзе, посмотреть этот ген речи, сравнить его, фокс-питу, сравнить его с другими организмами, вот, пощупать, всегда приятно, как бы, тему пощупать руками. Вот, вначале квиз, то есть мы по времени укладываемся, значит, 12-10 у нас квиз по вирусу и вакцинам, ну, пока, если есть вопросы, пожалуйста, давайте-ки я буду на них отвечать. А квиз же был в прошлый раз, извиняюсь. Ну, было, ну, у нас 10 квизов за семестр. Еще один. Мы только 5 написали в этом семестре, еще надо 5 маленьких. По материалам прошлой лекции. Ну, а по шимпанзе, человеку... Ну, хорошо, тогда, если никто не хочет задавать вопросы, чата тоже нету, ну, тогда 12-10. Можно все-таки вопрос по эксперименту, там, где у мышат, у эмбрионов включали какие-то гены, они потом рождались или нет, там была какая-то, ну, потом вторая поведенческая часть? Нет, 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 нет на уровне эмбриона. Хотя, не знаю, ну, по крайней мере, не опубликовано, что они там не довели до широкой общественности, что получилось-таки. Обычно все эти эксперименты на мышах, бедных, они приводят к гибели мышей. Ну, это целое, понимаете, мы сейчас коснулись, да, как-то в общем, да, но чем отличаются? Вообще одинаковые, ну, сильно одинаковые. Но здесь вот интересно отличие, и, конечно, это очень бурно развивающая тема, то есть мы не можем сейчас, да, у нас нет инструкции сделать, как из одного генома сделать другой, да, как шимпанзе вдруг сделал человек. Инструкции, какой надо сделать там последовательность преобразований, чтобы это произошло, конечно, нет. Вот наблюдаем, что-то наблюдаем, это очень интересная тема, и ей можно всю жизнь заниматься, тоже кто вдруг увлечется. Куча лабораторий по всему миру, сейчас этим занимаются, и там на всю человеческую жизнь этой тематики хватит. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.